Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия и информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в выпуске. Противодействия угрозам члены правительственных комиссий обсуждали профилактику асоциальных проявлений. Плановая приватизация. 75% акций предприятия Чуваш Автодор выставлено на продажу. Умные карандаши и говорящий сканер, как современные гаджеты, помогают слабовидящим контактировать с окружающим миром. Президент России Владимир Путин утвердил новый состав консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации. В него включены 20 руководителей субъектов страны. Отметим, что в составе комиссии всего два региональных лидера из Привозского федерального округа. Глава Чуваши Михаил Игнатьев и президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. К другим новостям. Терроризм и наркомания одинаково опасны для общества. И то, и другое приводят к массовой гибели людей. Сегодня в Доме правительства прошли заседания антитеррористической и антинаркотической комиссии, на которых обсуждались действенные способы профилактики асоциальных проявлений. Реализация мероприятий по противодействию терроризму, совершенствование работы с людьми, подверженными деструктивному влиянию и оказание профилактического воздействия на них. Таковы главные вопросы заседания. Только в этом году проведены сотни различных мероприятий, способствующих укреплению и развитию толерантного мировоззрения у населения. Профилактические воспитательные беседы, форумы и круглые столы, фестивали и конкурсы. Наша задача эффективно взаимодействовать среди государственных органов власти всех уровней и добиваться соответствующих результатов. За последнее время, несомненно, нам много удалось добиться в сфере укрепления общественного порядка. Об этом мы подчеркиваем. Это позитивно и воспринимается нашим населением доброжелательно. Сохраняется атмосфера взаимоважения и диалога между мигрантами и местным населением. В республике проводится курс, направленный на повышение уровня защищенности критически важных, а также других потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, транспорта, промышленности и местного пребывания людей. Уделяется внимание и военно-патриотическому воспитанию. Широкое развитие получило волонтерское движение. По численности волонтеров Чувашия стала лидером в Приволжском федеральном округе и заняла пятое место в России. Вся эта работа способствовала росту числа жителей региона, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Чувашии. Согласно исследованию, в 2015-м позитивную оценку дали практически 90% респондентов. Также сегодня состоялось заседание антинаркотической комиссии. Сейчас большое значение уделяется совершенствованию работы химико-тактикологической лаборатории Республиканского наркологического диспансера. За 10 месяцев этого года проведено свыше 7 тысяч химических исследований, большая часть из них на наркотические вещества. В 2015-м году из республиканского бюджета выделено около 300 тысяч рублей на обеспечение лабораторией химореактивами. Но главным направлением, конечно, остается работа с пациентами. За 10 месяцев 2015 года реабилитацию прошли 337 человек. Почти всем помогли трудоустроиться. Разработана дорожная карта формирования регионального сегмента системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психоактивных веществ в Чувашской республике на период 2016 и 2017 годов. Мероприятия дорожной карты включают в себя основные направления следующие. Это прежде всего развитие системы социального обслуживания семей, имеющих в своем составе лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, мотивационная и реабилитационная работа с потребителями наркотиков и ресоциализация потребителей наркотиков. Все это должно содействовать цели сокращения спроса на наркотики. Сегодня Чувашия – единственный субъект страны, где наркообстановка улучшилась. Однако расслабляться нельзя. Серьезную тревогу вызывает увеличение продаж синтетических наркотиков через интернет. Профилактическую работу нужно вести еще активнее, объединив усилия всех структур. Члены заседания решили создать экспертный совет при антинаркотической комиссии. Он должен оценивать деятельность некоммерческих организаций, оказывающих в Чувашии услуги по реабилитации и ресоциализации людей, потреблявших наркотические средства. При оценке будут рассматриваться базовые условия, сам процесс, результаты работы, а также информационно-просветительская и публичная деятельность. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. 16 ноября стартует масштабная всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». В Чувашии она проводится не в первый раз. Важно, чтобы горожане не были равнодушными и не оставались в стороне от проблемы. Сообщали в правоохранительные органы о фактах незаконной продажи психоактивных веществ, обращались за своевременной помощью. Сообщить о местонахождении наркопритонов, точек сбыта, наркотиков, наркопреступлениях можно по телефону доверия 23-01-00. Линия работает круглосуточно, анонимность гарантирована. С начала этого года в республике было передано частным лицам 16 объектов. Приватизация государственного имущества плановая и проходит по поручению федерального правительства. На продажу сейчас выставлены акции «Чуваш Автодора». Какой эффект это принесет и как обстоят дела на крупнейшем предприятии дорожно-транспортной отрасли, узнавали мои коллеги. Правительство республики намерено продать три четверти акции «Чуваш Автодора». Данный пакет уже выставлялся на торги в августе, но победитель этого конкурса не смог выполнить взятые на себя обязательства. Несенный задаток в размере 17 миллионов рублей, как того требует закон, был удержан и внесен в региональный бюджет. В республиканском правительстве подчеркивают, что приватизация поможет предприятию привлечь дополнительные инвестиции и укрепить материально-техническую базу. Сейчас «Чуваш Автодор» работает в штатном режиме. Здесь активно готовятся к зимнему содержанию дорог. На сегодня все 11 филиалов заканчивают подготовку к зиме, в том числе заготовка ПСС. На территории Чебоксарского АБЗ мы начали работу по изготовлению холодного асфальтобетона. Техникой мы полностью оснащены, в том числе в рабочем и исправном состоянии, заправлены, готовы к работе. Выйти на уборку дорог готовы хоть сейчас, говорят механизаторы. В этом году для содержания трасс на предприятии планируют привлечь более 250 спецмашин. Это предприятие является основным предприятием по обслуживанию нашей республиканской дорог. Сегодня проверили готовность по спецтехнике, по наличию противоголовных материалов. Я, как уже посмотрел, проговорил с людьми, что настроение есть, хорошее настроение имеется, техника готова к зимнему обслуживанию. Поэтому я считаю, что совместными усилиями предприятие полностью войдет в зимний режим работы. Организация в целом прекрасно развивается. Можно работать. Содержание автодорог содержим очень хорошо. Работники, машина, техника, все у нас готово. В общем, настрой прекрасный. Сейчас предприятие обслуживает более 2500 километров дорог. К слову, такие объемы работ Чуваш Автодор выполнять способно. Портфель его заказов сейчас превышает полтора миллиарда рублей. Медриковалев и Олег Якимов. Республика. Что такое эффективное управление имуществом? Для чего необходима приватизация? Какие еще задачи ставит перед собой Госкомитет по имущественным и земельным отношениям? В программе по существу сразу после новостей. 13 ноября в календаре отмечен как Международный день слепых. Эта дата призывает нас не забывать о людях, нуждающихся в простой поддержке. Сегодня слабовидящим и незрячим стараются создать максимальные условия для всестороннего участия в жизни общества. Большую роль в этом играют и технические средства, как гаджеты помогают контактировать с окружающей средой, узнавала Анастасия Алексеева. В руках у учеников Чебоксарской коррекционной школы волшебные карандаши. Писать и рисовать ими не удастся, но зато они могут рассказать все, что написано в книге. Нужно только поднести его к рисунку. На самом карандаше можно регулировать громкость, присоединять к нему наушники. Книжки тоже необычные. В странице встроены специальные чипы для воспроизведения. Все рисунки рельефные. Дети с таким оборудованием разобрались в два счета. Сначала проходят адаптации, естественно. Они не всегда сразу могут привыкнуть. То есть надо обучить их этому. И наши учителя справляются с этим. И дети приспосабливаются к лучшим условиям для них. И я думаю, они рады таким новинкам. Подобные гаджеты помогают детишкам легче воспринимать окружающий мир. Поэтому в школе-интернате стараются чаще их приобретать. Цены кусаются, но на помощь приходят благотворительные организации. Ученики сегодня могут свободно пользоваться брайлевским принтером, специальным калькулятором, говорящими книгами, смотреть фильмы с тифлокомментариями. На черном фоне появляются красные буквы названия фильма. Ход к камеру с подковкой на листе буквы О. Без технических средств не обходится и библиотека имени Толстого. Когда здесь появляется новое оборудование, первым его изучает библиотекарь Николай Парахин. Он не видит уже много лет, но это не мешает ему разбираться в инструкциях не хуже любого айтишника. Как правило, прежде чем браться за новую технику, я читаю инструкции по ее пользованию, читаю мнения людей на форумах, читаю рассылки на эту тему. И уже потом это несложно освоить, когда уже знаешь, с чем столкнешься. Поскольку до тебя уже кто-то прошел, кто-то освоил. Ежедневно незрячие люди обращаются к Николаю за помощью в освоении новых гаджетов и компьютерных программ. Александр Чернов приходит к нему учиться ловко обращаться с курсором. Для этого требуется специальная программа для незрячих по использованию персонального компьютера и текстовый документ. Я вообще текст распечатывать научился. Сейчас я хочу сам быстро научиться исправлять ошибки. Сегодня для посетителей библиотеки доступна самая новая специализированная техника. Говорящий сканер делает фотографию страницы книги, распознает на ней текст и произносит. Слабовидящие могут воспользоваться, так скажем, электронной лупой. Мощная камера и экран высокого разрешения позволяют увеличить картинку в 16 раз без потери качества. А в отделе говорящей книги на полках вовсе не бумажные издания, а флеш-карты. На каждой по несколько произведений. Выбирай любое и слушай. Порой воображение рисует картины ярче, чем мы видим в повседневной жизни. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. В Чубаксарах прошел республиканский фестиваль «Хунаф», посвященный народному творчеству. Юные воспитанники дошкольных учреждений Чуваши показали свои таланты. Чем малыши удивили жюри, узнаем далее. Для маленьких актеров это один из первых выходов на большую сцену, как, впрочем, и для большинства участников фестиваля. Малыши собрались со всех концов республики. 20 районов, 200 конкурсантов. Каждый выступает в своем жанре. Юля Потякова из Батаревского района разучила песню на родном языке. Я очень люблю петь, особенно на чувашском языке, потому что я люблю этот язык. Кроме театрального и вокального, ребята проявили себя в изобразительном искусстве и в поэзии. Всего четыре направления. Конкурсу дошколята готовились около месяца. В этом им активно помогали и родители, и воспитатели. Участвовать в двух номинациях – песня и сказка «Чувашская народная». Очень рады, что смогли присутствовать на этом конкурсе, потому что мы надеемся, что наши дети будут любить нашу Чувашскую республику, будут знать ее традиции и будут любить песни, стихи. Фестивали, посвященные народным традициям и ремеслам, проводятся постоянно. Но в них участвуют в основном школьники и студенты. Для малышей такой конкурс организован впервые. Цели этого конкурса, фестиваля, широкие, многогранные. Во-первых, мы видим результаты кропотливого труда воспитателей, старших воспитателей, заведующих дошкольных образовательных учреждений над проблемой формирования нравственных позиций детей через культуру Чувашского народа. Мы надеемся, что этот конкурс позволит с младенческих лет, с самых младших групп дошкольных образовательных учреждений прививить детям любовь и к родной речи. Фестиваль «Хунаф» планируют сделать традиционным. Организаторы надеются, в будущем году творческих ростков на Чувашской почве станет больше. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Игорь Зверев, Республика. Будущему поколению будет намного проще изучать историю интернета, архивы, речные записи, фильмы и фотографии. С таким количеством материала воссоздавать события несложно. А вот современным археологам и историкам приходится собирать информацию буквально по крупицам. Наши корреспонденты побывали на выставке «Сокровища Фина Угров» и узнали, что же удалось найти за последние десятилетия. Кто жил на земле тысячи десятки тысяч лет назад? Как формировались этносы, языки, традиции и обычаи? В голове историков и археологов эти вопросы крутятся постоянно. Ответы на них, как бы странно это ни звучало, находятся в могилах. Порой только раскопки могильных комплексов могут заполнить пробелы в истории. Например, археологи, изучающие Сандемиркинский могильник, обнаружили небольшое поселение, которое занималось добычей болотной руды еще в эпоху раннего Железного века. Есть несколько уникальных погребений, в том числе по сохранности материала. Вот здесь представлена реконструкция женского головного убора, поскольку там сохранился череп, куски ткани, причем разных цветов удалось даже цвет установить, и даже прическу этой женщины и расположение украшений на ней. А другое уникальное погребение – погребение литейщицы. То есть женщина занималась литьем, отливкой женских украшений. В нашей республике самые первые раскопки финно-угорских могильников были в 1926 году, на месте древнего поселения примерно 4-7 века. Подобных комплексов на территории Чувашии немного, поэтому все экспонаты выставки необычны. Фрагменты костюма, наконечники орудий, даже система расположения захоронений, их глубина и размер – все это воссоздает картину жизни наших предков. Но порой бывает важнее факт находки, а не сам предмет. Собственно, то, что мы раскапываем иногда бывает тоже мусором. Тем не менее, не важно, что они идут, наверное, важно, как это они интерпретируют. Возможно, археология, как и исследовательская наука, будет актуальной через несколько сотен, а то и тысяч лет. И ученые будут также ломать голову над находками – смартфоном, пакетиком из-под чипсов и рваными джинсами. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. Таким стал четверг глазами корреспондентов национального телевидения «Чуваши». Оставайтесь с нами, а я прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова